48 Законов Власти Закон 1. Никогда не затмевай господина. Убедитесь, что главенствующее лицо комфортно чувствует себя наверху. В стремлении угодить или произвести впечатление не заходите слишком далеко, демонстрируя свои таланты, иначе можете добиться обратного эффекта. Заверяйте начальников в их гениальности. Так вы достигнете вершин власти. Они тоже люди со своими комплексами и эгоистическими побуждениями. Чем выше статус, тем больше неуверенности и беспокойства. Они обеспокоены тем, что говорят за их спиной, насколько их уважают и не потеряют ли своё почётное положение. Ваше желание показать себя с лучшей стороны может быть воспринято как угроза их статусу. Начальник подумает, что вы ставите под сомнение его авторитет, да и вообще считаете себя лучше и умнее других. А ему конкуренция не нужна. Поэтому не удивляйтесь, если однажды вас уволят из-за какого-то пустяка. Закон второй. Научись использовать врагов. Не доверяйте дружбе безоговорочно. Будьте начеку. Друзья легко поддаются зависти. А где зависть, там предательство. Пусти друга на порог, как он превратится в баловня и тирана. Бывший враг окажется вернее друга, потому что ему есть что доказывать. Держите друзей близко, а врагов ещё ближе. Если у вас нет врагов, найдите способ ими обзавестись. Закон третий. Скрывай свои намерения. Держите людей в неведении. Ваши планы и цели должны быть надёжно защищены от посторонних ушей и глаз. Таким образом, противник не сможет занять оборону, так как не знает, откуда последует следующий удар. Ведите его по ложному следу. Пускайте пыль в глаза. К тому времени, как он осознает ваши намерения, будет уже слишком поздно. Закон четвёртый. Всегда говори меньше, чем кажется необходимым. Желая блеснуть красноречием, помните? Чем больше вы говорите, тем зауряднее кажетесь. Пусть даже очевидные высказывания будут мистичными, незавершёнными и загадочными, как сфинкс. Благодаря недосказанности окружающие начнут бояться и уважать вас. Чем больше вы говорите, тем выше вероятность того, что вы скажете «глупость». Закон пятый. Береги репутацию ценой жизни. Репутация — краеугольный камень власти. Она способна внушать страх и побеждать. Однако стоит уступиться, как вы тут же подвергнетесь нападению со всех сторон. Сделайте репутацию непоколебимой. Бдительно ожидайте возможных атак и отражайте их до того, как будете атакованы. Найдите уязвимое место в репутации врага, затем отойдите в сторону и предоставьте возможность обществу вершить над ним суд. Закон шестой. Завоёвывай внимание любой ценой. Обо всём судят по внешнему виду. То, чего увидеть нельзя, не имеет ценности в обществе. Никогда не позволяйте себе затеряться в толпе или кануть в лету. Выделяйтесь. Бросайтесь в глаза, чего бы то ни стоило. Словно магнит притягивайте. Кажитесь крупнее, красочнее и таинственнее, чем пресные и робкие массы вокруг вас. Закон седьмой. Заставь работать других и пользуйся результатами. Закон восьмой. Вынуждай людей приблизиться. Если нужно, используй приманку. Когда вы побуждаете другого человека к действию, сила на вашей стороне. Особенно выгодно, когда противник забрасывает собственные планы и переключает всё внимание на вас. Соблазните его сказочными выгодами и атакуйте. Вы прячете туз в рукаве. Закон девятый. Добивайся победы действиями, а не доводами. Любой кратковременный успех, которого, как вам кажется, вы добились в споре, это пирова победа. По его окончанию остаётся лишь неприятный осадок негодования и обиды, который не оправдан ни одним выигрышем. Для победы вам нужно перейти от слов к действию. Представляйте свою точку зрения наглядно. Закон десятый. Избегай инфекции, грусти и невезения. Чужие невзгоды могут оказаться губительными. Эмоциональные состояния также заразны, как болезни. Вам может казаться, что вы спасаете утопающего, но на самом деле лишь приближаете собственное несчастье. Иногда страдалец сам навлекает на себя беды, поэтому способен навлечь их и на вас. Уж лучше держитесь поближе к счастливым и успешным. Закон одиннадцатый. Старайся, чтобы люди зависели от тебя. Сделайте так, чтобы люди в вас постоянно нуждались. Чем больше на вас полагаются, тем большей властью вы обладаете. Добейтесь, чтобы счастье и процветание других людей зависели от вас. Никогда не обучайте их всему, что знаете. Так вы будете всегда востребованы и незаменимы. Закон двенадцатый. Будь честным и щедрым со своей жертвой. Один честный поступок побьет дюжину нечестных. Искреннее проявление великодушия усыпит бдительность даже самых подозрительных. Когда жертва попадется на вашу приманку, вы вправе делать с ней что угодно. Любой обман и манипуляции сойдут вам с рук. Так, вовремя поднесенный дар, троянский конь, послужит той же цели. Закон тринадцатый. В просьбе о помощи укажи на личную выгоду. Если вам пришлось обратиться за помощью к союзнику, не трудитесь напоминать ему о заслугах и добрых делах прошлого. Скорее всего, эти поступки будут проигнорированы. Укажите на личную выгоду союзника в случае, если он согласится вам помочь. Найдите слабое место и всячески воздействуйте на него. Человек воодушевленно поддержит предложение, сулящее выгоду. Закон четырнадцатый. Играй роль друга. Действуй, как шпион. Знание соперника очень важно. Используйте шпионов для сбора ценной информации. Она позволит вам быть на шаг впереди. Ещё лучше – станьте шпионом сами. Учитесь собирать важные данные путём ведения безобидной светской беседы. Задавайте непрямые вопросы, ответы на которые приоткрывают слабости и намерения людей. В любой ситуации есть возможность для искусного расследования. Закон пятнадцатый. Разбей врага целиком и полностью. Со времён Моисея все великие вожди усвоили один урок. Враг должен быть сокрушён полностью. Порой это знание приходило к ним через тяжкие испытания. Если в костре врага останется мерцать хоть один уголёк, из него может разгореться огонь. Остановившись на полпути, можно потерять больше, чем при условии полного уничтожения. Враг залижет раны и будет искать отмщение. Сжигайте мосты. Разбейте противника не только телесно, но и морально. Закон шестнадцатый. Исчезай таинственно. Слишком активное пребывание в обществе сбивает вам цену. Когда вас постоянно видно и слышно, к вам привыкают и считают обыденностью. Если вы имеете определённое положение в обществе, временное исчезновение заставит окружающих больше думать о вас, говорить и восхищаться вами. Знайте, когда следует уйти в тень. Чем дефицитнее ваше присутствие, тем оно ценнее. Закон семнадцатый. Поддерживай атмосферу непредсказуемости. Человек – раб своих привычек. Он всегда стремится к чему-то хорошо знакомому и предсказуемому. Это даёт ему ощущение контроля. Будьте непредсказуемы. Это выбьет соперника из колеи, и он будет измотан попытками объяснить ваши действия. Доведённая до крайности, эта стратегия может пугать и терроризировать врага. Закон восемнадцатый. Не строй крепостей. Мир опасен, а враги повсюду. Каждый вынужден защищаться. Крепость кажется самым надёжным убежищем. Но изоляция не столько защищает, сколько подвергает ещё большим опасностям. Она лишает вас важной информации, делает заметной и уязвимой мишенью. Лучше быть среди людей и находить союзников. Прикройтесь от врагов толпой, словно щитом. Закон девятнадцатый. Знай, с кем имеешь дело. Не трогай тех, кого не следует. Все люди разные. Нельзя ожидать одинаковой реакции на один и тот же поступок. Кто-то всю жизнь будет мстить вам за то, чтобы его обманули и перехитрили. Это волки в овечьей шкуре. Тщательно выбирайте жертву или противника и никогда не задевайте тех, кого трогать не следует. Закон двадцатый. Ни с кем не объединяйся. Только глупец торопится примкнуть к одной из сторон. Не вверяйтесь никому, кроме себя самого и не связывайте себя обязательствами. Сохраняя независимость, вы получите возможность властвовать и обретёте последователей. Закон двадцать первый. Кажись глупее. Никому не нравится чувствовать себя глупее другого. Хитрость в том, чтобы дать жертве почувствовать своё превосходство. Показать, что соперник умнее, гораздо умнее вас. Если вы будете скрывать свои интеллектуальные способности, враг никогда не заподозрит в вас что-то неладное. Закон двадцать второй. Используй тактику капитуляции. Обрати слабость в силу. Когда вы слабее, не сражайтесь ради чести. В этом случае капитуляция — лучшее решение. У вас будет время, чтобы прийти в себя. Время позволит вам измучить противника. Дождаться, пока его мощь иссякнет. Не доставляйте ему удовольствия сражаться и победить. Лучше сразу сдайтесь. Это выбьет его из колеи. Сделайте капитуляцию инструментом власти. Закон двадцать третий. Концентрируй силы. Накапливайте силы и энергию. Они вам понадобятся. Найдя золотую жилу, углубляйте ее. Это принесет больше результата, чем порхание от одной неглубокой шахты к другой. Направляйте силы в нужное русло. Найдите дойную корову, которая сможет обеспечить вас молоком на долгое время. Закон двадцать четвертый. Будьте идеальным придворным. Идеальный придворный процветает в мире, где все вращается вокруг власти и политической сноровки. Он в совершенстве владеет мастерством косвенного намека. Он льстит, уступает и утверждает свою власть над другими в самой изящной и уклончивой манере. Изучая законы двора и применяя их на практике, вы далеко пойдете. Закон двадцать пятый. Сотвори себя заново. Не принимайте роли, навязанные обществом. Создайте себя сами. Явите миру свою индивидуальность. Она всегда привлекает внимание и никогда не наскучит. Лучше быть творцом собственного имиджа, чем позволять другим определять его за вас. Используйте драматические приемы в публичных жестах и действиях. Это укоренит ваш образ в сознании людей. Закон двадцать шестой. Соблюдай чистоту рук. Кажитесь образцом порядочности и деловитости. Не грязните руки нелепыми ошибками и скверными делами. Поддерживайте безупречную репутацию, используя других в качестве шпионов и скрывая собственную причастность. Закон двадцать седьмой. Создай армию фанатичных приверженцев. Людям свойственно сильнейшее желание во что-то верить. Станьте объектом такого желания. Дайте людям основание, новую веру, которой они смогут следовать. Пусть ваши речи будут неясными, но многообещающими. Делайте упор на энтузиазм, а не на рациональность и ясность мышления. Пусть ваши последователи выполняют ритуалы, которые вы им обозначите, и приносят жертвы от вашего имени. В отсутствие организованной религии и великих примеров для подражания, ваша новая система верований принесет неограниченную власть. Закон двадцать восьмой. Скромность не в чести. Закон двадцать девятый. Планируй до самого конца. Итог, самое главное. Планируйте весь путь, принимая в расчет все возможные последствия, препятствия, повороты судьбы, которые могут пустить на смарку ваш тяжелый труд. Не позволяйте другим пожинать плоды вашей славы. Продумывая все до конца, вы будете знать, когда остановиться, и вас не сокрушат обстоятельства. Определяйте свое будущее, продумывая его на много шагов вперед. Закон тридцатый. Добиваясь успеха, не показывай приложенных усилий. Ваши действия должны казаться естественными и простыми. Весь вложенный труд, включая все хитроумные уловки, должен быть скрыт. Действуйте без видимых усилий. Так, словно могли бы сделать гораздо больше. Избегайте соблазна показать, насколько усердно вы потрудились. Это только вызовет лишние вопросы. Не раскрывайте своих приемов, иначе их применят против вас. Закон тридцать первый. Контролируй все варианты. Лучший обман — тот, при котором вы якобы предоставляете человеку выбор. Пусть у жертвы возникнет иллюзия свободы выбора, хотя на самом деле она лишь марионетка в вашей игре. Сделайте так, чтобы любой исход обернулся в вашу пользу. Пусть жертва думает, что выбирает из своих предпочтений. Принуждайте ее выбирать меньшее из двух зол, но лишь из тех опций, что служат вашим личным целям. Закон тридцать второй. Играя на людских фантазиях. Правды часто избегают. Она может быть уродлива и неприятна. Никогда не взывайте к истине, если не готовы к взрыву гнева, который приходит за разочарованием. Жизнь сурова и горестна. Создайте свою романтическую фантазию. Будьте, как оазис в пустыне. К вам будут тянуться люди. Руководить иллюзиями толпы – это великая власть. Закон тридцать третий. Найди Ахиллесову пету. У каждого есть свои слабости. Это и есть уязвимое место. Будь что неуверенность, неконтролируемые эмоции или желания, а, возможно, тайные развлечения. Как бы то ни было, обнаружив слабость, превратите её в орудие пытки и используйте для своей выгоды. Закон тридцать четвёртый. Чтобы с тобой обращались по-королевски, веди себя подобающе. То, как вы себя ведёте, часто определяет, как к вам относится. При длительном общении, показав себя вульгарным или заурядным, вы не сможете добиться уважения. Король уважаем и внушает чувство благоговения. Держаясь уверенно и величаво, вы тем самым показываете, что носить корону – ваше предназначение. Закон тридцать пятый. Научитесь управлять временем. Никогда не показывайте, что спешите. Спешка выдаёт неумение распоряжаться собой и своими временными ресурсами. Старайтесь выглядеть спокойным, как будто знаете, что в конце концов всё придёт к вам само. Чувствуйте дух времени. Но главное – отслеживайте тенденции, которые приведут вас к власти. Научитесь отступать, если время ещё не пришло, и в нужный момент бороться изо всех сил. Закон тридцать шестой. Презирай то, чем не можешь обладать. Признавая мелкую проблему, вы даёте ей право на существование и наделяете силой. Чем больше внимания вы уделяете врагу, тем сильнее он становится. Иногда, при попытке исправить маленькую ошибку, она превращается в более серьёзную. Порой лучше оставить всё как есть. Когда вам чего-то хочется, но вы не можете этим обладать, демонстрируйте пренебрежение. Чем меньше заинтересованности вы проявите, тем более недосягаемым будете казаться. Закон тридцать седьмой. Создавай незабываемые зрелища. Яркие образы, грандиозные жесты создают ауру власти и способны очаровать любого. Сражайте окружающих на повал. Используйте всё, чтобы оставить грандиозное впечатление. Будучи ослеплённой, жарство не распознает ваших истинных побуждений. Закон тридцать восьмой. Думай, что хочешь, но действуй, как все. Если вы желаете показать своё противостояние эпохе, щеголяя оригинальными идеями, люди могут подумать, что вы смотрите на них свысока. Общество найдёт способ наказать вас за такое унижение. Куда безопаснее смешаться с толпой и ничем не выделяться. Демонстрируйте свою оригинальность лишь избранным тем, кто к этому готов. Закон тридцать девятый. Мути воду, чтобы поймать рыбку. Гнев и эмоции стратегически непродуктивны. Всегда старайтесь сохранять спокойствие и объективный взгляд на происходящее. В этом есть ещё одно преимущество. Спокойствие разозлит врагов. Вы твёрдо стоите на земле, выбивая почву из-под ног противника. В этом уязвимом состоянии найдите лазейку и атакуйте. Закон сороковой. С презрением отвергай бесплатные обеды. Бесплатная таит опасность. Обычно за этим стоит хитрый трюк или скрытое обязательство. За то, что имеет ценность, нужно платить. Оплачивая товары и услуги, вы избавляете себя от необходимости благодарить, испытывать вину и обманывать. Лучше заплатить полную цену. Нельзя блистать и экономить одновременно. Не жалеете денег. Заставляйте их работать. Щедрость – признак власти. Закон сорок первый. Старайся не идти по стопам великих. То, что случается вначале, всегда кажется лучше и оригинальнее того, что происходит потом. Если вы преемник великого человека или потомок влиятельной семьи, вам придётся не просто повторить, а удвоить достижения своих предшественников. Не теряйтесь в их тени, а то застрянете в чужом прошлом. Создайте собственное имя, свою личность. Добейтесь власти, засияв собственным, а не отражённым светом. Закон сорок второй. Порази пастуха, и овцы разбегутся. Часто неприятности сводятся к одному человеку – подстрекателю, высокомерному подчинённому, отравленному своей самонадеянностью. Если вы позволите таким людям свободно действовать, другие поддадутся их влиянию. Не ждите, пока причиняемые ими неприятности будут множиться, и не пытайтесь с ними договориться, а они неисправимы. Нейтрализуйте их влияние путём изоляции или изгнания. Устраните возмутителя спокойствия, и его окружение разбежится. Принуждение создаст реакцию, которая рано или поздно обернётся против вас. Обольщайте людей, чтобы им хотелось двигаться в вашем направлении. Так вы обзаведётесь преданными слугами. Играйте на психологических особенностях и слабостях своих жертв. Воздействуйте на чувства, эмоции, на то, чем они дорожат и чего боятся. Ни в коем случае не игнорируйте чувства людей, иначе вас возненавидят. Закон 44. Обезоруживай с помощью зеркального эффекта. Зеркало отражает реальность, но также может стать идеальным инструментом обмана. Повторяйте действия врагов, и они не смогут разгадать вашу стратегию. Зеркальный эффект делает противника уязвимым. Поднося зеркало к моральным убеждениям врага, вы создаёте иллюзию, будто разделяете те же ценности. Копируя поступки, вы обескураживаете его. Закон 45. Внедряй перемены постепенно. Все понимают необходимость перемен, но на повседневном уровне люди — существа привычки. Они болезненно реагируют на глобальные изменения, а это ведёт к мятежу. Если вы новичок на вершинах власти или пока только пытаетесь её добиться, продемонстрируйте уважение к старому способу ведения дел. Если перемены необходимы, придайте им вид небольшого улучшения прошлого. Закон 46. Не кажись совершенным. Казаться лучше других всегда опасно. Но опаснее всего казаться человеком, не имеющим недостатков или слабостей. Зависть порождает молчаливых врагов. Лучше время от времени демонстрировать свои изъяны. Признаваться в безобидных грехах. Это поможет защититься от зависти. Вы будете казаться приземлённым и доступным. Запомните. Совершенства могут достичь только боги и усопшие. Закон 47. Не позволяй победе вскружить тебе голову. Мгновение победы — это момент наибольшего риска. В разгар ликования вы можете зайти слишком далеко и нажить врагов больше, чем сможете одолеть. Не позволяйте успеху ударить вам в голову. Всегда продумывайте стратегию на несколько шагов вперёд, но, достигнув цели, остановитесь. Закон 48. Сохраняй абстрактность формы и действия. Обретая конкретную форму, имея наглядные планы, вы открыты для нападения. Приспосабливайтесь к изменениям и будьте в постоянном движении. Примите тот факт, что ничего определённого не существует, равно, как и навсегда установленных законов. Лучший способ защититься — быть текучим и бесформенным, как вода. Не делайте ставку на стабильность и порядок. Ведь перемены — это единственное, что постоянно.